Всем привет, дорогие друзья! И это мой новый день, это мой второй день влогов. Я записываю снова видео со своего дистанционного обучения. Как и я обещал, каждый день новое видео. Вчера, напомню, мы делали математику на той же самой платформе Яндекс.Класс, и сегодня я обещал начать делать английский язык, который у меня там еще до какого-то числа, думаю, до 1 апреля. Так вот, сегодня мы сделаем английский язык, и если у нас останется еще время и силы, то доделаем математику. Там будет у нас решение сложных тригонометрических уравнений. Спасибо большое за ваши комментарии, которые вы писали мне под видео. Я посмотрел абсолютно разные, разноплановые комментарии, такие как об обучении в Германии, в Англии, в других каких-то странах. Вы также писали, что у вас проводятся занятия на платформе Zoom, конференции в Skype и прочее. Я говорю вам огромное спасибо за просмотр, за ваши комментарии, и также советую вам на данный момент сейчас просто опуститься под видео, поставить лайк и написать комментарий, потому что для меня это очень важно, поднять активность канала. Это просто незыблемое удовольствие, которое меня бы посетило, если бы вы это действительно сделали. Несмотря на мое долгое отсутствие, канал все-таки чуть-чуть засыхает, но чтобы его разбавить, нужно просто добавлять намного чаще видео, и тогда моя вся аудитория снова подтянется с новыми силами, и мы вновь вернемся в той эпохе челленджей и прочих интересных штук и видео. Все, ребят, я думаю, приступаем к компьютеру и начинаем выполнять задания по английскому языку. Добро пожаловать, мой брат, в Либриде Сити, сегодняшний день. Итак, я уже сел за компьютер и посетил он во мрачительную платформу Яндекс Класс. Вы даже себе не представляете, как она выглядит. Это просто салатово, бело-черный, голубой оттенок сайта, который поражает меня ежедневно. Ребят, на самом деле, Яндекс Класс – это лучшая платформа для вашего дистанционного обучения. Вы просто читаете теорию и выполняете задания. Теория, кстати, запоминается намного лучше, чем конспекты. Ну что, предлагаю начать. Невооруженным классом здесь можно заметить уже выполненные работы на 97%, на 80%, на 82%, на 91%. Все эти работы были выполнены днем раньше, то есть математика в данном случае. Ну, а русский язык я выполнял не на видео, я его выполнял еще давным-давно, до вчерашнего дня, где-то в воскресенье я его выполнил. Так вот, как мы видим, здесь у нас находятся Reported Speech, Indirect Speech, Tag Versions, Engation. И сегодня мы должны выполнить это задание, иначе оно кончится уже завтра в 2 часа дня. Также у нас здесь висит еще решение тригонометрических уравнений, отличающихся от простых. Это параграф 4 у нас здесь до 3-го числа. Ну, раз до 3-го, то выполним 2-го, логично ведь. Итак, что ж, я предлагаю начать. Заходим на эту прекрасную вкладку Reported Speech. Читаем. Максимальное количество баллов 100, это опять. Осталось попыток 1, количество заданий 33. В работу включены задачи по следующим темам. Reported Speech, Indirect Speech, Equation and Gation. Короче, начинаем читать, не пойму, место в топе, чьё-моё. Видимо, это вообще никто не выполняет. Короче, начинаем читать теорию, и уже потом вернемся к выполнению заданий. Редактор субтитров А.Семкин Короче, как я понял, я прочитал все 6 страниц теории, начиная с Reported Speech, заканчивая интродактором. И тут у нас высвечены вот такие вот задания. Это, кстати, задание на 4 балла, как вы видите. Ну, здесь у нас даны предложения. Первое, второе, третье, четвертое. Надо выбрать один из вариантов ответа. Слушайте, ну, мне кажется, это довольно-таки несложным. Учитывая одну простую вещь, я всю теорию переписал в блокнот. И чтобы мне это сейчас выполнить, мне просто надо немножечко посидеть, подумать, и, возможно, результат у меня будет намного лучше, чем, например, при выполнении той же самой работы в классе. Ну, тут, тем более, мне не надо переписывать всю теорию, как бы, с самого начала. Тут у меня, как бы, уже все есть. Our teacher will go too late to speak tomorrow. Emily says that their teacher would go too late to speak the next day, я думаю. Would go, где-где, где would go? Their teacher would go tomorrow to the next day, вот. Вот это будет правильно, это потому что правило согласования и времен, и, соответственно, мы меняем вот этот вот спутник времени на другой, либо the fall of the day, либо the next day. Короче, таким макаром я сейчас должен выполнить остальные 33 задания, которые у меня здесь есть. Ну, за учетом этих 24 уже осталось. Поэтому вряд ли я это буду показывать, просто буду отмечать интересные моменты. Кстати, мне кто-то задавал вопрос, что у меня за клавиатурой, что у меня за мышь, или что у меня за наушники. Ребят, по этому поводу у меня уже было видео на канале, но ничего страшного, я готов ответить в этом. Потому что у меня часто, когда я сижу за компьютерным столом, аналогично фигурирует и клавиатура, у которой уже отвалились две клавиши. Точнее, я донором заменил здесь одну и где-то еще одну, и вот здесь. Короче, это HyperX Aoi FPS клава. Она без нампада, это чистая игровая клавиатура, но поверьте, что это не самый надежный вариант, который можно купить за свои деньги. Возьмите какую-нибудь SteelSeries, либо, я не знаю, там, Logitech, но не берите HyperX, потому что она у вас просто развалится. Учитывая мою скорость печати на клавиатуре, а я печатаю с закрытыми глазами, всеми десятью пальцами, ну, бывает чуть меньше, как бы мне хватает и восьми, там, семи, вот. Она просто начинает разваливаться, клавиши вот так вот начинают просто отлетать. Ну, понимаете, со свечей они не должны так просто легко сниматься одним взмахом руки. Я понимаю, там, если вы чистите клавиатуру, она должна чиститься у вас, я ее еженедельно прочищаю, но клавиши должны сниматься именно особыми щипцами, которые вот у меня были от KeyCyber, но никак не пальцами, чтобы вы вот так вот просто дернули, как бы, и все, и у вас, ну, как бы, вылетает клавиша. Это, во-первых, в играх не очень хорошо, это нестабильно, как бы, когда вы бежите, например, в игре, и, например, вам надо легкий момент просто вниз, вниз побежать, и вы нажимаете на клавишу, она у вас вылетает. Конечно, это неудобно. Ну, мышка у меня надежная, это Zowie EC2A, вроде как. Да, Zowie EC2A. Обалденная мышка, я думаю, что это самый лучший вариант для киберпроспортсменов. Ну, я именно в CS пока что играю с ней. Вот, но монитор у меня обычный, BenQ. Ну, это, что это у меня? Это HyperX Cloud Alpha. Ну, все, давайте почитаем еще комментарии, я должен был ответить. Мне в комментариях предложили люди открыть свою рубрику «Готовимся отличненько», причем не увидел таких комментариев 4. Если вам интересно, как я готовлю, или хотите видеть мою умопомрачительную рубрику на канале, то пишите в комментариях, делаем или нет пробный выпуск. Я могу его выпустить абсолютно в любой день, либо в среду, либо в четверг, либо наоборот, в выходные дни, когда у меня нет никаких уроков. Поэтому, ребят, думаю, что приготовить мы с вами что-нибудь сможем. Карбонара, фетучини, флагра, эспальяно, все, что только можно. Вот. В каком я классе? Я в 10 классе, думаю, это все знают. Вот. Ну, все, вроде бы я никаких комментариев еще не вижу интересных. Почему бы тебе просто не показывать, как ты сейчас живешь? Ну, это кому интересно, скажите. Я просто показываю, как я делаю уроки. Поэтому давайте вернемся к английскому языку, а? Ну, знаете, что бы я отметил? Первое задание я уже выполнил, можете сами почекать. Ну, тут типа легко. Абсолютно нет никаких трудностей, особенно если я скопировал теорию в блокнот. Я просто открываю блокнот, смотрю теорию в нужные моменты, и выбираю правильный вариант ответа. Тут я уверен, что все идеально правильно, поэтому мы не будем даже разбирать это задание. Вот. Восьмое задание нам дано. То же самое, только тут даны именно глаголы, которые надо поставить. Я скажу вам честно, это вам не математика, где можно повозмущаться, где можно что-то пописать на листочке. Тут вы именно логически, применяя свои какие-то лингвистические знания, опыт, выполняете это задание. Поэтому, если вы ученик, либо же родитель, либо же просто англоязычный, пользователь YouTube, и смотрите мое видео, то я говорю вам good morning, good evening, и have a nice tomorrow day. Вот. Мы сегодня выполняем это задание. Знаете, в чем я заметил? Главное отличие дистанционного обучения от обычного в школе. В школе вы не отвлекаетесь на всякие разные глупости и вещи. А я начинаю отвлекаться. То ли смотрю какое-то видео на YouTube, потому что не ограничено время, то ли включаю Steam, то ли что-то еще, слушаю музыку и прочее. Вроде как это стабилизирует ваше эмоциональное состояние, то есть вы не переживаете, вы спокойно, настроенно, целенаправленно выполняете задания, изучаете тему. Но при этом ваша продуктивность снижается. Вот поэтому пишите в комментариях, что лучше. Либо продуктивность, но при этом не лучший результат, далеко не лучший. Либо отличный результат, отличное эмоциональное состояние, но при этом вы тратите время намного больше на всякие глупости. Я не знаю, что лучше. Просто напишите в комментариях. Мне кажется, что наше образование построено таким образом, что у нас все очень быстро и скоротечно. То есть контрольную там могут провести любую буквально за минут 30. И вряд ли этого времени хватит нормальному ученику сделать ее на ура. Не все роботы. Мы не можем выучить абсолютно все. У нас по 7 уроков. И я не знаю, как это просто объяснить. Это никакой не эффект. Это даже не поддается никакому термину. Это просто надо пожить в России, поучиться в школе и понять, каково это. Я не говорю, что плохо. У нас все отлично, но при этом очень мало времени. Я так считаю. Всю жизнь, если честно, утомляет уже на 24-м задании. Причем, когда ты сам все делаешь, без всяких там вспомогательных источников, это реально очень трудно. Ну просто смотрю типа на табличку и на теорию. Это очень все... Вот сидишь просто томительно. Очень томительно. При этом в классе наверняка я бы сделал это задание уже бы давным-давно. Но не факт, что оно было бы правильным. Я каждое задание выверяю с точности до одного, потому что хочу получить какой-либо нормальный балл. Блин, ну это вообще капец. При выполнении заданий я заметил, что они часто повторяются. И это крайне очень сильно утомляет. Ты просто сидишь и делаешь одну и ту же чушь. Вот eat your lunch. She said to him. Блин, ребят, вот это предложение мне уже повторилось раза три, наверное, подряд. Я уже просто устаю переписывать одну и ту же форму предложения. При этом я же не запоминаю, что было до этого. Я снова захожу в блокнот. Нахожу правильную форму, только потом ее я уже записываю. Это очень все надоедает, утомляет. Поэтому, пожалуйста, я к вас. Если вы делаете подобные задания, то не делайте их повторяющимися. Прошу вас, просто делайте неоднотипные задания. Меняйте их как-то, сортируйте. Ну людей же миллион, понимаете? Миллион. Ну я не знаю, может это, конечно, сами учителя так выставляют. Ну ладно, все равно просто утомляет. Просто добрый день, как говорится. Новое задание, где детектив Дженниелс расследует убийство. И нужно написать, что подозреваемый спросил его. Или он что просил подозреваемого. В общем, надо весь отчет Майка. И получается, нет, детектива Дженниелса написать в reported speech. Понимаете, вот такое окошко мне дано. Вот такой прекрасный персонаж, который у меня сейчас на экране. И я должен это все сейчас написать. Это вам не вот эти вот 30 заданий подряд выполнять. Это, как говорится, не искусственным снегом голову посыпать. Придется сейчас писать, что же не делать. Все это переводить. Это очень большая конструкция. Надеюсь, там таких больше не будет. Но за это задание дается 9 баллов. Я думаю, оно того стоит. Ну короче, что-то да у меня да и получилось. В принципе, если так оценивать, то я написал. Тут была у нас вот такая конструкция. И я написал вот такую. The suspect said that he had known Mike for many years. He said that he had worked as his driver for years and he had gotten well with Mike. He added that he could not believe Mike was dead. He said that he had seen Mike leave. It had been 10 o'clock the previous night. He had driven Mike to the cinema in town and he had left him. On the way back, the suspect had had a flat tour. He had arrived home at about 1 o'clock. He said that Detective J. Nielsen... Ещё одно такое задание. Только уже на 6 баллов. Ну что, давайте его теперь выполнять. Обычно я вообще не выполнял таких заданий. Я их просто пролистал. Но сейчас придётся выполнять. Всё, я устал. Я сделал все задания. 33. Нажимаем ответить. Это были последние задания. Ответы, если честно, я проверять не хочу. Потому что это всё очень долго. Задание тут 33 минус 6. Короче, много заданий, ребят. 27 заданий вроде как. Если я правильно посчитал, отнял. Я устал на самом деле делать английский. Давайте просто завершим. Посмотрим наш балл. 55,5 из 105 баллов. Так, ладно. Ещё вот эти должны проверить. В принципе, задания. Ну-ка, где у меня здесь ошибки? Почему? Так, давайте тут глянем. Толт. А, понятно. Ну ладно. Вручную, может быть, кто-нибудь перепроверит эти задания. Всё, ладно. По барабану. Нормальный. 55 процентов. Короче, ребят, как вам сказать. При выполнении английского языка я потратил очень много времени. Около двух с половиной часов. Я просто сидел, слушал музыку. Выполнял задания потихонечку. Начиная с самой теории. Но в итоге, когда пошли задания однотипные, я просто потерял всякий вот вкус и интерес к этим заданиям. Просто потерял. И не знаю, хорошо это или плохо. Блин, ну на 55,5 баллов как-то я плюс-минус сделал английский. Но последние задания-то, конечно, вообще были просто каторги и ужас. Просто переделать всё с самого начала. Писать предложение. И потом отдельно плюс-минус это выделять. Я ещё не знаю, почему у меня эти ошибки. Надеюсь, у меня кто-нибудь их перепроверит вручную. Потому что мне просто не засчитывают баллы Яндекс.Класса. То, что я не использую. Например, такие конструкции, как ши-тоу, там хи-тоу. Я всегда пишу хи-сэйт, ши-сэйт. Когда там, ну, это подходит. Честно, у меня нет слов, ребят. Напишите в комментариях, как вы делаете английский язык на Я-классе. Если он у вас, в принципе, есть. У нас ещё тут осталась, в принципе, математика. Сегодня этот день мы оставим чисто под английский. Я сейчас, возможно, ещё что-нибудь досниму до конца. Но заранее с вами я хочу попрощаться. Пожелать вам счастья, здоровья и любви. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, отличник Лаев. До новых встреч, ребят. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok